Друзья мои, добрый день. Здравствуйте. Сегодня 20 мая. Блогер из Перми, сотрудник КГБ, опальный бывший Бессонов Алексей Борисович. Друзья мои, ну вот по поводу операции на Украине, я хочу сказать, что более-менее ситуация устаканилась. В каком плане? Что наконец-то появился командующий, наконец-то, так сказать, появились какие-то четкие приказы. Понятно, что быстрой победы там никакой не будет. По многим причинам, да, во-первых, конечно, армия в целом к такой серьезной военной операции была не готова. И это все определялось, конечно, реформами Сердюкова. Сердюков строил, ну, Владимира Путина, давайте откровенно. Я уже говорил об этом, почему вот те реформы Сердюковского возникли. Тогда Путин просился у Буша еще на третий срок и внести изменения в Конституцию. Они не дали, и как, так сказать, ну, как я полагаю, как Монок, как, так сказать, демонстрация своей лояльности, он начал вот эту реформу Сердюкова, который, по сути, да, там был остаток советской армии полностью, уже, так сказать, почти уничтожаемый. Но, тем не менее, был остаток. И смысл-то в чем был, что армия из армии, которая воюет с странами НАТО, она становится армией, которая ведет только антитеррористическую деятельность. По сути дела, спецподразделениями становятся, а не монолитным боевым, боевой единицей. Да, так сказать, тем не менее, они не дали ему возможность избраться на третий срок, изменить Конституцию, и появилась эта фигура, появилась Медведева и так далее. К сожалению, вот мы сегодня подходим к такой ситуации, когда некомпетентность на всех уровнях, да, ведь, ну, давайте так, откровенно, Владимир Путин просто приводил команду своих лояльных людей, да, и они все смотрят ему в рот, потому что они понимают, что с них спросят не за рост экономики, не за улучшение богосостояния, не показатели, с них спросят одно, этот самый, лояльность к ним и так далее. Ну, понимаете, лояльные люди и специалисты, это разные вещи. И Путин привел вот на все, во все уровни вот эту команду лояльных людей, а это в целом сказывается на принятии решения. И мне кажется, что решения по вводу войск на Украину, они тоже были отчасти непродуманы. То есть, отчасти, может быть, его ввели в заблуждение, сказав, что мы закончим очень быстро операцию, сейчас там с ФСБ разбираются, которая дала ложную информацию. А отчасти, ну, понимите, мы воюем с одной из самых крупных армий в Европе. Плохо или хорошо, но за 8 лет НАТО провела реформы, и потом они же не просчитали последствия. На самом деле, последствия, и прежде всего в экономике, они ужасающие. Но прогнозирую, что только в этом году спад производства внутреннего валового продукта будет 10%. Ну, чтобы вы правильно понимали, больше спад был только при Гайдаре, там, в 90-е годы 15%, да. Это кризис 9-го года 10%, 7-6-7%, кризис 15-го года 3%, сейчас 10%. Это еще при том, что мы не последовали эмбарго на поставку нефти в Европу. То есть, если это постудит, то спад будет больше 15%. Это будут реформы, ну, похлеще, чем реформы Гайдара. Ну, и падение будет похлеще, чем реформы Гайдара. Ведь что такое санкции, да? 90% в ряде отраслей комплектующих, это иностранные. Потом, пока еще устаканится логистика, пока, так сказать, начнется процесс замещения, пока найдут рынки сбыта, пока это все 2-3 года и так далее. То есть, спад колоссальный, даже 10% по отраслям, если смотреть, то там вообще фактически, ну, средний и мелкий бизнес вообще просто погибнет, розница просто погибнет, у людей денег нет, люди будут просто, ну, на еду не хватать будет. То есть, на самом деле, вот, качество принимаемых решений, вот, на мой взгляд, оно приводит к тому же некомпетентность, к тому, что качество не выдерживает никакой критики. И с Украиной мы тоже столкнулись с этой проблемой. Я уже говорю, как можно было решать эту проблему, решить через выборы. Нужно было поддерживать на выборах левых, там, коммунистов, да, без войны, то есть, проводить их, формировать правительство в изгнании, здесь свое, допустим, так сказать, в России и на законных основаниях, так сказать, и так далее. Выигрывать выборы, где-то подкупать. Но это работа специальных служб, но, к сожалению, у нас тоже нет специальных служб, они после катастрофы 90-х, ельцинских, и реформ Владимира Путина в этих отраслях. А там приводили людей просто лояльных, да. Он ставил туда своих людей, там, где-то бисом занимался, нефтью торговал, просто, наверное, потом у Васов, у Сеченов. И, говорят, даже Сечену присвоили звание на день рождения генерала-лейтенанта ФСБ. Поэтому я хочу сказать, что совершенно тут ничего нет удивительного. Так что эта система, она тоже разрушена. А нужно было через выборы, через выборы покупать, там, свои блоки формировать и так далее. То есть завоевывать это пространство, сформировать свое правительство и так далее. Но, к сожалению, они на это не пошли. А они предложили Путину, видимо, самый легкий вариант. Война в Украине. Поднимаем твой рейтинг. За пару месяцев решаем эту проблему. Твой рейтинг наверху взлетел. Но не получается. Почему? Потому что, во-первых, сама структура войны очень сложная. Мы не бомбим крупные города, потому что не разрушаем инфраструктуру. А с другой стороны, там тоже, так сказать, идут массовые поставки вооружения. Они быстро учат, так сказать, и гаубицы, и обращения, и дживелины поставляют и так далее. Ну и плюс санкции. Санкции, которые фактически остановили экономику. Что такое 10% только по этому году? А дальше? А если будет эмбарго на нефтепродукты в Европу? Ну вот такая ситуация. То есть мы находимся в таком катастрофе. Ну вы знаете, вообще в любой экономической модели есть свои, ну, если хотите, прогнозы, там, правила игры. Особенность кризисов в России состоит в том, что там ничего не предсказуемо. Ну как человек может жить на 15 тысяч рублей, друзья мои? Люди на 12, вот многие платят зарплату, минимальную зарплату, 12 300, 12 600. А все остальное премиями. И люди фактически, а премии не платят, а платят 12. И как жить на 12 600? А так живут многие, особенно в районных городах. Что это, это не кризис, это просто катастрофа финансовая. Люди же, там города-миллионники, там что-то как-то, что-то, какая-то копейка есть. А районные города, где люди получают 12 600 минималку, как это? Что за какой-то кризис? Это не кризис, это катастрофа. Вот так вот, вот так вот мы и живем. Спасибо, Ваш Бессонов Алексей Борисович.